Вечер, когда он в лицее, он же был, собственно, соединен воедино с царским дворцом, коридорами, там можно было пробираться туда-сюда, и вот, значит, он как-то во тьме поцеловал престаревую фрилю. Вот, и это был страшный скандал, вот, все, значит, бросились, соответственно, его обвинять, там до царя дошло, значит, там извинялся директор лицея Гильгат, вот, и история эта темная, ну, вроде бы как, он говорит, что он хотел ее служанку поцеловать, вот, но там так оказалось, что он в последнем лицее, было у него три таких увлечения, которые он писал стихи, и их всех звали Наталья, то есть одна была там горничная, другая была крепостная театра, вот, и вот стихотворение 1814 года уже нам открывает такого чудесного поэта, да, вот я могу его прочитать, его, «Свет Наташа где-то ныне, что никто тебя не заит, или не хочешь час единый, с другом сердце разделись, ни над озером молнистым, ни под кровом лифт душистым, ранней, поздней порой не встречаюсь я с тобой, скоро-скоро холод зиме, рощу поля посетит, огонек в лачушке дырный, скоро ярко заблестит, не увижу я прелестный, и как чужик, клетки тесные, дома буду горевать, и Наташа воскомнятает». Вот, ну, ему было 14 лет и 15, когда он написал это стихотворение, а это вот рисунок книжки, меня оформил, и все книги этой серии оформлял Евгений Подкулзин, он тут подает в институте печати, сейчас бывший полиграфический, прекрасный рисунок, вы тоже можете полюбоваться, дальше следующий слайд. Вот, значит, ну, история была с Гуглием Могилем, Пушкин дружил с сыном бывшего директора лицея, директор Малиновский умер, вот, значит, его, а его сынок был на два года старше Пушкина, его характеризовали так, Пушкин так характеризовал его, «А ты повес из-повес, на шалости рожденный, удал их хват головорец, приятель задушевленный», да? То есть вот можно себе представить, с кем он там дружил, вот, и дальше была известная история с Гуглием Могилем, когда они с Роман там чего-то такое подкупили своих служеб, значит, устроили веселье, это все было замечено, и потом долго стояли на коленках, и, значит, последними им давали кашу, вот. Ну, нам важно представить сейчас, что же такое лицей, вот. Представьте себе, вы все уже прошли, или детские годы, и представьте себе, что вас родители отдают в такой интернат, где на каникулы вас не выпускают, а вы можете видеться с родителями только, так сказать, именно там, в Доброе время, очень интересно, к нам подсоединился в директор областной библиотеки, Алла Владимировна, вот. И, значит, представьте себе такую ситуацию. Итак, вы в полном затворничестве, значит, 6 дней в неделю, учеба с утра до вечера, там, занятия фехтованием, языками, а потом родители могут приехать в воскресенье и с вами погулять два часа, да, и так числи. Каково, да? То есть таких интернатов у нас нету. Это, я не знаю, даже трудно сравнить, когда есть кадетский корпус тогда. А вот такая была именно поэтому лицей приравнивался одновременно к гимназии и университетам. То есть те, кто получил, выходил из лицей, они уже имели, они были равны окончившим университет. То есть в этом отношении, конечно, Путин прошел совершенно уникальную школу, вот такую, значит, которые в наше время не знали, существуют ли какие-нибудь частные заведения, которые так, может, будут. Я думаю, родители все-таки хотя бы на месяц или на две недели дают, а они не давали. Вот. Все, ты пошел в казенное учреждение, там остался. То есть ему было там непросто. Как и всем его 28-29, значит, лицейских друзей. Следующий слайд. Вот. Ну, значит, тут история такова. У нас отца Пушкина как-то дискредитировали. Потому что с самого начала, если мы читаем школьный учебник, там написано, что в семье основного майора в Москве там родился. Ну, вроде бы формально это правильно. Но ведь основным майором его отец, значит, Сергей Львович, был всего-навсего 2-3 года, пока переезжала семья из Петербурга в Москву. А после этого он служил, он был по-нашему интендантом. Он служил в комиссариате и занимался снабжением всей резервной армии русского войска в войне с Наполеобой. То есть это был довольно серьезный человек, ответственный, военный. И, конечно же, все, так сказать, шутки и выходки своего сына, ему было не трудно, ну, нелегко, так сказать, ему было это переносить. Но, тем не менее, он, значит, да, еще что, когда, значит, Пушкин поступил в лицей в 811 году, в 812 году он не виделся с родителями, потому что была война. В 813-м это продолжалось. Два с половиной года он не видел своих родных. Сначала мать приехала с семьей, и потом только отец. Представьте себе, да? Вот такая ситуация. Кроме того, что вообще как бы нельзя встречаться, а тут еще и просто нет физически. Война. Вот, и дальше отец, как только появился в Петербурге, он сразу же свел Жуковского. Ну, отец дружил и с Карамзином, Жуковским, Дмитрий, такой был круг у него. Может быть, не близкие друзья, но приятели. И вот он привел Жуковского. Вот, это рисунки, портрет Жуковского. Посмотрите, какой благородный человек, да? Мы знаем, что он воспитывал царских детей. И вот как Жуковский сразу же после знакомства с Пушкиным написал. Я сделал еще приятное знакомство с нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в царском селе. Милое живое творение. Он не обрадовался, крепко прижал руку моим к сердцу. Это надежда нашей словесности. Боюсь, только чтобы он, вообразив себя зрелым, не помешал себе созреть. Нам всем надо бы насоединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет. Ему надо бы на непременном учиться. И учиться не так, как мы учились. Боюсь я за этого убийственного лицея. Там учат дурно. Учение худо предлагаемое теряет прерыв для молодой пилкой души, которая приятнее творит, нежели трудиться и собирать материалы для солидного здания. Он истощит себя. Я бы желал переселить его. Выда на три, на четыре в Гердинге или какой-нибудь другой немецкий университет. Даже Дьерд лучше царского села. Он написал ко мне посланник, который отдал мне из рук руки. Прекрасный. Это лучшее его произведение. Но и во всех других виден талант неприкновенный. Его душе нужна пища. Он теперь бродит около чужих идей, картин. Но когда запасется собственный, увидишь, что из него выглядит. Но видите, как пророческие слова прозвучали. И с самого начала попечительства Жуковского, конечно, до последних дней у Пушкина он напекал. Это он своему другу Версенскому, который стал тоже другом Пушкина, написал. Дальше следующий слайд. И вот я уже подхожу к этому конфликту. Но мы все знаем. История коротко я ее изложу. Итак, Пушкин оканчивает лицей, живет в Петербурге с родителями в одной квартире. Значит, все время он устраивает какие-то выходки. То он ухаживает за смотрительницей Зверинца, то еще чего-нибудь. Об этом говорит весь город. Он пишет вольнолюбивые стихи. И когда он приходит домой, папа ему как бы пеняет. И говорит, что что такое вокруг твоего имени? Шум. На что Александр Сергеевич Александр говорит, что никто без шума не выходил из толпа. То есть совершенно как... Я это интерпретирую как умелое знание пиара. Но более благородные люди говорят, что это просто такая формула, не специальная. Вот он устраивал эти выходки. Но о нем все время говорили, все его стихи переписывали. Мы знаем, что потом в титалиях декабристов во всех находились его стихи. И за воду вольность он был сослан. Но у него отношения с царской семьей были непростые, потому что ему заказывали стихи. Он их писал, ему дарили золотые часы. Он потом их в пылу какой-то ссоры разбил каблуком. То есть вообще такая была напичная, скажем так, натура. И вот когда встал вопрос, как его наказать за вот это все, потому что он, например, приходил в театр с портретом убийцы герцога Легенгенского, по-моему, значит, и говорил, это урок вам тирана. Ну, просто было как-то немножко неловко, так сказать, не знаю, как-то сравнить. Урок вам царям, царю. Вокруг все время был шум. И, значит, как-то эти выходки были... И Апсу, который служил по военному ведомству, тоже не очень приятно. Но, тем не менее, значит, когда встал вопрос все-таки о каком-то наказании, то все смягчили, что смогли, и выслали не на север, так сказать, а на юг. И была это не высылка, а командировка. Мы знаем, что в этой командировке он провел прекрасные месяцы в Крыму, в Одессе, в Кишиневе, жил вот тоже под присмотром, а, с другой стороны, под опекой такой теплой. И на несколько лет он с семьей остался. Он пытался вернуться, его не отпускали, он был на службе. И вот, значит, произошла вот эта самая конфликтная история с Францовым, которую вы, наверное, знаете. Тоже здесь много мифов, влюбленность в, значит, жену Воронцова. Это, насколько я понимаю, все-таки его подвел друг, значит, и перевел, как бы, на него свой роман, и, значит, защитился Пушкиным от Воронцова. И в результате гнев упал на Пушкина, и, значит, его выслали под наблюдение Михаилской, к родителям. В это время родители там находились, и тот, значит, человек, которому было поручено наблюдение, он отказался это делать, потому что там надо было вскрывать корреспонденцию. Ну, мы знаем, что формально, значит, вскрывали все почти, и там обнаружили по поводу атеизма какие-то слова. Вот. И, значит, это вменили при норму. Вот, значит, и отец, наверное, ну, мы так понимаем, чтобы защитить сына, он, вроде бы, взял на себя вот эту вот слежку, ну, как бы. А сын начал махать руками, кричать, как же так, папа, там, честь и все такое. Вот. И, значит, написал письмо псковскому губернатору, что лучше меня, значит, вот в Соловки, в крепость, только вот не с родителями жить. Ну, это тоже молодеческая выходка, потому что в то время Соловки, это было все равно, что психиатрическая больница сейчас. То есть просто человека могли отправить на Соловки, который не повиновался своим родителям. Ну, он там до конца дней мог писать все, что угодно, и монахи за ним наблюдали, и уже он никуда не выдвигался, вот, его творение. Вот. И в этом отношении над ним нависла, на самом деле, самая большая опасность. Вот. Именно этот такой критический, я считаю, момент его жизни, когда он, ну, слава богу, до губернатора это письмо не дошло, Псковского как-то тогда не было, вот, мейлов, телеграммы, и, значит, почта вернулась, просто посыль не вернулся с этим письмом, поэтому эта выходка не получилась у Александра Сергеевича. И тут вот как раз он получает письмо от Жуковского, потому что они оба жили в соседних комнатах Михайловска и писали Жуковскому письма он и отец, жаловались друг на друга, потому что, ну как. И вот тут как раз приходит это совершенно прекрасное письмо, которое меня поразило, и я вам его прочитаю. Ну, давайте следующий слайд, оно, по-моему, есть. Да, письмо Жуковского. Оно заслуживает того, чтобы его прочитать внимательно. 1824 год, ноябрь, вот, на письмо твое, в котором описываешь то, что случилось между тобой и отцом, не хочу отвечать, ибо не знаю, кого из вас обвинять и кого оправдывать. На все, что с тобой случилось, и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ – поэзия. Ты имеешь не дарование гений, ты богач, у тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастья и обратить добро заслуженное. Ты более, нежели кто-нибудь, можешь и обязан иметь нравственное достоинство. Ты рожден быть великим поэтом. Будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье и все вознаграждения. Обстоятельство жизни, счастливое или несчастливое, шелуха. Ты скажешь, что я проповедую спокойного берега утопающему. Нет, я стою на пустом берегу, вижу волны силача и знаю, что он не утонет, если употребить свою силу, и только показываю ему лучший берег, которым он непременно доплывет, если захочет сам. Плыви, силач. А я обнимаю тебя. Вы ведут непременно, что сделай с твоим письмом. Читал анеменные разговоры, служащие ему предисловием. Несравненно. По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском фарнасе. Никакое место, если с высокостью гения, соедините высокость цели. Милый брат по Аполлому, это тебе возможно. А с этим будешь недоступен и всего, что будет шуметь вокруг тебя в жизни. Ну вот, я думаю, мы, конечно, мы понимаем, что не каждому талантливому человеку так везет с попечителем, покровителем, наставником, как повезло Александру Сергеевичу. Я думаю, что в значительной степени расцвет его дарования обусловлен именно этим письмом и тем, что он послушался Совета Жуковского. Потому что с этого момента он стал, он перестал писать всякие подобные, так сказать, сочинения, как в юности, вот, стал серьезно работать, очень много. Вот, и восстание декабристов, по сути, так называемое восстание, значит, как его по-разному сейчас интерпретируют, прословим о него. Вот, и дальше, следующий слайд, вот, значит, а вот я вам хочу показать, на самом деле, опасность ситуации, которая была тогда. Смотрите, февраль 1826 года, это сразу после восстания. Я напоминаю о том, что у высших, вот, у всех офицеров, которые, высший круг заговорщиков, у них у всех были найдены стихи Пушкина. Причем, стихи неизвестно, когда написаны, а можно было думать, что они только что написаны. Вот, и вот, что пишет агент третьего отделения, поэт и драматург, в то время довольно известный, Степан Висковатов, который, между прочим, переводил Шекспира. И вот, что он пишет руководителю этого третьего отделения, Максиму Яковичу Фонхоку. Я напоминаю, что идет дознание в то время по поводу этого бунта. Прибывшие на сих днях из Псковской губернии достойные вероятели особо удостоверяют, что известный по вольнодумным, вредным и развратным стихотворениям титулярный советник Александр Пушкин, по высочайшему увозе подчившего императора Александра Павловича по верению определенных надзор местного начальства в имении матери его состоящего в сухом губернии в Апольском уезде, и ныне при буйном и развратном поведении открыто проповедует безбожие и неповиновение властям. И по получению горечнейшего для всей России известия к отчине государя-императора Александра Павловича он, Пушкин, изрыгнул следующие адские слова «Наконец не стало тирана, да и оставший род его недолго в живых останется». Ну, как бы вам сказать, смотрите, что пишет дальше агент, а вернее драматург, а вернее критик, а вернее любитель Пушкина. «Мысли и дух Пушкина бессмертны, его не станет все в мире, но дух им поселенный навсегда останется, и последствия мысли его непременно, поздно или рано произведут желаемое действие». То есть не простой агент, а пророк, да? То есть он не прошло и сто лет, как действительно вся семья Романова была уничтожена. Весь род. Вот. То есть это донос, который совершенно фантасмагоричен, в котором есть пророчество и в котором есть подлость. И это перемешано. Вот. Дальше что делают власти? Они посылают тайного агента под видом ботаника. А между прочим, в то время в Псковской губернии были бунты и восстания крестьян. То есть вот этот донос очень вовремя поступил, понимаете? Вот. И могла судьба Пушкина повернуться совсем иначе. Но под видом ботаника тайный агент изучает, ездит по всем окрестным помещикам и выспрашивает, что они могут сказать о поведении, так сказать, сына Александра Пушкина. И дальше следующий слайд. Вот, значит. Вот я об этом здесь пишу. И вот все говорят, что он ни во что не мешается, ласково относится к своим мужикам и подытожил эти наблюдения игумен Святогорского монастыря Иоанна, которому был поручен отзор зоопальным поэтом. Ни во что не мешается и живет, как красная девка. То есть совершенно, так сказать, это становится ясным, что этот донос, это полный, так сказать, полный поклёп. И вот Николай I, который был старший поэтом всего на три года, первым делом после коронации вызывает Пушкина в Москву, ну, после вот этого, естественно, исследования. И имеет с ним разговор, дальше называет его умнейшим человеком в России, говорит, теперь он мой, и царь поручает ему составить записку воспитания юношества в России. Ну, и тут началась новая жизнь поэта из Кремля, он приезжает к своему дяде Василию Боичу, ведь он 15 лет не видел родного города, 15 лет не видел Москвы, которая была пожаром отчасти уничтожена. И вот, значит, он гуляет, он в восторге, все, он приходит в театр, все, так сказать, смотрят не спектакль, смотрят на Пушкина. Ну, дальше вот следующий слайд, значит, показывает, вот впечатление от этого он пишет, значит, в Евгении Онегине, «Ах, братцы, как я был доволен, когда в церкве и колоколен, садов чертогов полукруг открылся при домой. Вдруг, как в частном горестной разлуке, в моей блаждающей судьбе Москва, я думал о тебе, Москва, как много в этом звуки для сердца русского селось, как много в нем это здорово». Ну, мы понимаем, что это реальная история, вот, потому что, смотрите, 15 лет не видит родной город, да? Вот, и тут он их увидел после встречи с царем, вот, следующий слайд. Вот, то есть это очень многое значило, вот, это вот уже такая финальная картинка, так сказать, моей книжки, вот, значит, и вот дальше что происходит? Вот, значит, воссоединение семьи, потому что после, значит, вошло несколько лет, и в руках отца оказалась судьба Александра Кушкина, которому для свадьбы нужны были деньги. Ну, мы знаем, что он взял не просто беспредальницу, Наталью Николаевну, а ему будущая теща сказала, что нужно, наоборот, преданное 10 тысяч за ней, ну, как бы, в долг, вроде, он должен дать, ну, долг, который потом не отдали. Вот, и, конечно, без денег, так сказать, батюшки своего, это бы не получилось, он упал ему, значит, в ноги и сказал, что в твоих руках моя судьба, и тот ему отписал кистеневку. Между прочим, немало, немало это было, часть Болгина. И вот на деньги от заложенного имения 40 тысяч рублей Пушкин женился, собственно, справил такую свадьбу шикарную в Москве, там, позвал Юсупа, всех, которые все гуляли, и после примирения с отцом он написал сказку о царе Салтане. И вот он сочинял эту сказку как раз в 1831 году, после свадьбы, когда он длил недовое месяце, приехал в свой лице, его там все на руках носили, скричали, вот, и вот радость этого счастья семьи восстановленной, большой, дружной, новой семьи, с огромной любовью, и воплощенными надеждами, есть сказка о царе Салтане. Ну, я вот считаю, что сказка о царе Салтане, это вообще высшее произведение русской литературы, вот, и почему? Потому что в ней есть не просто такая отстраненная история, а в нее Пушкин вложил свою судьбу, вот, и моя лекция называется «Куда плывет корабль?» И вот, значит, я обычно детям задаю этот вопрос, куда плывет корабль? Из сказки о царе Салтане, ну, я не знаю, может быть, кто-то ответит, из вас, куда плывет корабль? Куда? Мимо острова Уяна? Сошло, что он везет. И что везет корабль с собой? Что везет? Ну, я помогу вам. Весть, он везет весть о том, что сын приглашает отца в гости. Это история воссоединения семьи. Если говорить современным языком, неполная семья, вся трагедия, которая вот с самого начала начинается, да, с чего? Она посоединяется и еще возникает новая семья. То есть, это история о воссоединении семьи. В сказке о царе Салтане говорят, вот, известная есть точка зрения Юрия, значит, Лотмана о том, что не было детства у Пушкина, что плохо к нему относились родители и все такое прочее. она, слава богу, эта версия разоблачена, как бы, критикована в работах прекрасного детского поэта Валентина Перестова. Я здесь не первый, так сказать, на этом пути. Но, потому что Лотман так подошел формально, мы не можем найти в письмах и в произведениях каких-то прямых упоминаний, там, не писал на своем папе «папа, спасибо, как ты хорошо поступил, ты мне, значит, вот, кистеневку отписал, там, ты молодец». Вот, но зато, по сути, вот, его благодарность, мне кажется, выразилась именно в произведении, в котором есть вот эта тяга сына к отцу. Понимаете? То есть он на таком глубоком художественном уровне это реализовал, скажем так, что это не так просто и увидеть. Вот, но мне кажется, что я придерживаюсь этой версии, что это и есть сказка о царе Салтане, этот посыл там есть, этот жизненный посыл из самой жизни, это усиливает это произведение. И интересно, что через 9 месяцев родилась дочь первая, которую назвал Марией в честь бабушки. Вот я еще о бабушке не сказал, который он, который купил из Захарова, между прочим, где вот прошли славные детские годы, Александра Пушкина под Москву, не менее. Вот, и, значит, вот Мария Алексеевна, значит, соответственно, в честь ее была названа первая дочка. И вот значение семьи в жизни Пушкина было огромное. Вот. Ну, давайте повернем еще раз слайд, что там у нас получается. Да, это вот книжка, где я это все изложил в сокращенном виде. Здесь вот еще можно полистать странички. Меня иллюстрировал, ну, этот текст иллюстрировал бывший главный художник Кокодила. И, видите, вот такие веселые картинки. Моя вот маленькая дочка, она здесь насчитала 14 кошек и 15 собачек. Ну, вот, все желающие могут пересчитать, сколько их там может быть, наоборот. 15 кошек и 14 собачек. Видите, какие веселые картинки. Здесь текста меньше, чем, значит, вот рисунков. Дальше, дальше. Вот, значит, вот все так довольно смешно дорисовано. Ну, правда, эту книгу критикуют за то, что вот не можете карикатуристу рисовать Пушкина. Да, вот эту вот остановите историю. Значит, назад вот можно? Назад. Да, смотрите, видите, это вот какая история. Первое стихотворение, мы знаем, на французском языке, а вот первая рифма на русском языке, когда поэт Дмитриев, который сватался к тете Пушкина, пришел к ним в гости и первый раз увидел, значит, Сашу, значит, и сказал, ба, да это же арабчик. То есть, ну, он был поражен, что-то черненький, так как говорят, да это же арабчик. Ну, а Саша не лез за словом в карман, он сказал, зато не буду рябчик. А почему рябчик? Потому что он был рябой, Дмитриев. То есть, он, арабчик-рябчик, это, собственно, первая рифма, которая, значит, существует у нас от Пушкина из его детства, представьте себе, да? Вот, и вот, нарисовал художник такого рябого Дмитриева, который сватается к тете. Вот, ну и дальше. Ну, с удовольствием не удалось все-таки, да, дальше следующая картинка. Да, это вот книжка, о которой я буду рассказывать завтра. Это книжка про живую клетку, вот, значит, если интересно, приходите, вот, про клетку мы с авторси написали, здесь картинки очень хорошие, она, кстати, вот, эти книжки-то не привезли издательство, а вот это привезло издательство от Волхонка, вот, если интересно, вы можете ее там найти, посмотреть, вот, значит, дальше, следующий слайд. Ну, вот, наконец-то, вот, я благодарю всех за внимание, и мне, конечно, высокая честь выступать в таком кукольном театре, вот, видите, значит, моя семья тоже участвовала вот в этой, так сказать, презентации, потому что, вот, и Пушкин, так сказать, плывущий, вот, Силач и Пушкин, так сказать, вдохновенные, они тоже были изготовлены, так сказать, девочками нашими, вот, и, значит, тоже немножко такие кукольные, вот, истории, я, как-то, немножко не подготовился сегодня, потому что у меня еще там есть коллекция всяких кукол, свистулек, ну, может быть, сегодня выступление перед взрослыми, и я их, как-то, не схватил с собой. Ну, и все, значит, как у нас с регламентом, что там со временем, я вас не замучил своей историей, сколько, я, по-моему, начал в минут 10, а сейчас 45. 5 минут еще есть. Да, еще 5 минут. Ну, давайте вопросы тогда, дорогие, значит, слушатели, есть какие-то вопросы? Есть вопросы. Да? Да. Давайте сзади. Опа, телефон. Юрий Дмитриевич, у меня вот вопрос, прям, про корень всего. Как, вот, какое событие повлияло так на вас, чтобы начали очень плотно заниматься биографией Пушкина или просто именно его персоной? Ну, вы знаете, я ведь сначала, я просто, события повлияли на меня давно, когда я, будучи кандидатом наук, физико-математических, я стал писать о детстве. Вот, я тут еще такую книжечку покажу, значит, «Смеяться и свистеть», у меня там книжечка «Носяли к связи», но их просто даже не взял, потому что они там все ушли куда-то. И это было, как-то мне оказалось мало вот этой моей любимой биофизики и молекулы ДНК и всего прочего. Я ушел в литературу, у меня довольно много критических статей. Пушкина я подходил через гуголь, я уже вам говорил, вот, а как-то у меня было такое ощущение, что что-то вот я пишу-пишу, а вот как-то никакого нет. И, значит, мне говорили добрые люди, говорят, что, ты знаешь, вот если бы ты раньше это все написал, вот еще в советское время, когда была такая система, что ты что-то напишешь и вся страна как бы знает. А сейчас тут ты написал, ну, знают твои друзья, до свидания. И, так сказать, никто ничего наплевать всем. Ну, и вот я уже решил, думаю, он про Гоголя написал, про Ломана Мусова. Ну, давайте уж я напишу про Пушкина, потому что уж Пушкина это означает все, это самое главное, что вообще действует. Вот, давайте я его про него напишу. Может быть, тогда меня вот заметят, скажут, что я не шпалю, но ты все-таки молодец. Но пока еще вот не заметили. Я вот, видите, я легеншу выступаю, так сказать, ну, тиражи наших книг две-три тысячи экземпляров, вот, они, значит, продаются там пару лет в магазине Лабиринт в интернете. Ну, так сказать, до свидания. То есть, вся наша деятельность в детской литературе, она как бы ничто. То есть, я вот в Москве придумал большой фестиваль детской книги, вот, всероссийский фестиваль, провожу его пять лет, там, 8000 человек приходят, все равно ничто. Потому что, пока мы не попадаем в средства массовой информации, то есть, на Первом канале, пока вместо «пусть говорят» мы не говорим о Пушкине и о детских книгах, мы детские писатели, нас просто нет. И вот я очень рад, что Воронеж, а это не нравится очень многим, не только мне, это не нравится библиотекарям, правильно, Владимирам, это не нравится родителям, потому что они понимают, что это есть опошление и оглубление, так сказать, наших детей. Вот. И вот в результате я стараюсь идти по градиенту, так сказать, сопротивления, вот, и что-то делать для того, чтобы все-таки это вышло вот за круг, так сказать, моих друзей. Но пока еще не получается, но вот Воронеж уже пригласили, поэтому я, что сказать, надеюсь на правильном пути. Но у вас очень культурный город, я уже не первый раз сюда приезжаю, вот, спасибо большое. Так что, Пушкиным я занялся только исключительно для того, чтобы доказать, что детские писатели могут сказать резкое слово в самой высокой науке путинистики. Вот. не все путинисты меня пока знают, или они делают то, что не знают, но, по крайней мере, таких, вышла только одна разгромная рецензия на сайте магазина «Лабиринт». Какая-то милая дама, ну, видно, она тоже преподает, она написала, что это все ерунда, читать это невозможно сначала, ну, к концу вроде лучше, и поставила мне один балл, то есть там 10 максимум, она мне поставила один, я был просто шокирован. То есть, зато вот я должен заместитель директора музея Пушкина, такая Наталья Ивановна Михайлова, Владимир Викторович Листов, они как-то признают, ездил в Михайловский, а кто же выступал, гнилыми помидорами не забросали, слушают, думают, в музее Пушкина выступал, молчат, то есть, ну, вот, так сказать, они относятся ревниво ко всем людям, которые вторгаются в эту святую 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 святую. То есть, вот я пошел ва-бам, хорошо, рассказы мои вы не читаете, Бога для вас никто, Ломоносова забыли, ну, давайте про Пушкина поговорим. Вот я решил сказать про Пушкина. так что я, отвечая на ваш вопрос так долго, я хочу сказать, что я пошел ва-бам, я решил, что нам, детским писателям, нужно что-то делать такое, чтобы наконец-то привлечь внимание в публике. Спасибо, я ответил на ваш вопрос. Хорошо, еще один вопрос. Ну, вот, и все, да? Хорошо. Ну, тогда спасибо за то, что слушали, вот мы, так сказать, своих 50 минут исчерпали, вы можете сейчас книжечки подойти, полистать, посмотреть, значит, если интересно, вот, к сожалению, я их не привез в таком количестве, чтобы их тут как-то распространили, ну, значит, организаторам фестиваля я подарю, по крайней мере, так сказать, по одной книжке, вот, и если будет какая-то современная библиотека фестиваля, то, значит, соответственно, можно будет почитать. Ладно, спасибо большое, да, спасибо. Я вот опять все, для тяжелства, видите, какую футболку спотелся, Леонард. Посмотрите, книжки, картинки действительно хорошие. Здравствуйте, здравствуйте, вам, Геннад, спасибо большое, что ты здесь. Спасибо большое. приезжайте. Да? Я сообразил, да, вам прислать, только, по-моему, позавчера, что-то мне прислал. надо было, что-то, где-то, 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 забит, 7-2-1-2-1-2-3-4-5-5-4-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-6. Да, у вас с детским, в основном, нет, с детским, кто имел, да, с детским. А Владимир директор бюллетеня, у вас на детском бюллетеня. Я уже пренечал в прошлый раз, ты же помнишь, два года назад, да, 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 да. У меня целый участник клинического. Да, ты это с вами сейчас поговорил. Да, 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 пошел на эти книжки. Да, у него начинал. Я тогда вам... Да, это как-то одно из самых интересных исторических. Когда есть подобные истории к нам, я давно не мог... Это публикации. Нет взаимодействия. Когда есть будущее, я не сталиностановил, своим голосом, голосе или самом-то, его же это... То есть, конечно, это маленьких, самая колобомрачия. Вот свеча с нашего. Сейчас прикину, да, я говорит, что к сказкам не заходите, они, как сказки я их международным участвуют. — Я познакомлю бы сам. — Это специально так, как был задуман, сначала? — Ой, нет, это вообще, я впервые вижу, это, оказывается, брак. — Это оказывается брак. — Я такую редкую книгу, видно, надо мне ее домой везти, я буду все показывать. — Это прям воздутая задумка. — Памятник, полеграфическую книгу. — Да, да, фантазик, да. — Я тоже делался, я думал задумок сначала. — Я думал, знаете, как сидят очки. — Подожди, а текст там есть, помещается? — Ну, а что помещается? — Квадрат изучается страницей, не просто... — 64, да, развергаешь, вынужден, но это просто ровидье. Это просто неразлезанные листы, это просто листы. — Фантастик. — Фантастик. — Фантастик. — Фантастик. — Фантастик. — Да, да, да. — Я просто... — У меня это странно. — Ну, посмотрим. — Вот эти кушки... — Читаки потом на аукционах... — Да, да, да. — Я теперь вам покажу. — Вот. — Тогда, я не знаю, ну, вам, наверное, придется вот эту. — Вам подарить, да. — Да, ладно? — Да. — Да, посмотрите. — Ну, в принципе... — Мне очень нравится, что... — Ну, в принципе... — Да, да, да. — Который главный... — Который главный...